Доброе утро, мои хорошие! Впервые за долгое время я проснулась в своей комнате без кондиционера, потому что на улице уже прохладно, можно и без кондиционера обойтись, и как-то даже непривычно просыпаться в своей розовой комнате. Тут сразу дурачок ждёт, пока я встану и покормлю его. Вау, какая чистая раковина! Вчера драила её, и так приятно просыпаешься, и всё так чисто, аккуратно. В общем, у меня везде в квартире порядок. Для умывания буду использовать крем-гель для умывания от Невея. Его совсем немножко осталось, хочу быстренько закончить, потому что он мне уже надоел. Прическа, конечно, у меня не вау, а ещё у меня появились прыщи, и это очень сильно меня напрягает. Я боюсь, что моя проблема с прыщами опять вернётся, не дай бог, конечно. Я так радовалась, что я избавилась от этой проблемы с сыпь на лице. Я буду использовать тон от ЭНАФ 8 пептидов. Мне всё хочется сказать. Тон от коллаген. Наношу его пальчиками. Очень мне нравится этот тон. Мне в комментариях советовали его купить. В общем, что я вам хочу сказать. Я так кайфую от того, что я живу одна. Это просто кайф, девочки. Как бы это ни звучало, но я как-то чувствую себя взрослой. Хотя абсолютно одна. Ко мне никто в гости не приходит особо. Мне нравится эта домашняя рутина. Где-то что-то убирать. У меня, кстати, порядок. Ну так, относительный порядок. И вот иногда я задумываюсь о том, что у меня есть отдельная квартира. Я, по идее, могу жить абсолютно одна. Почему бы не переехать на свою квартиру и жить как взрослый человек? Я вообще стала очень собранной. Очень много всего успеваю. И дома убраться. И приготовить что-то к мукбанку. И искупаться. И себя в порядок привести. Жить одна, это просто идёт мне на пользу. Я уже не боюсь абсолютно. У нас сформированный график с Триксиком. Иногда я думаю, что когда квартиросъёмщики в следующий раз выйдут, просто собрать свои манатки и переехать на свою квартиру. И всё. Жить припеваючи. Радоваться жизни. А с другой стороны, я понимаю, что сейчас не лучшие времена для таких решений. Всё-таки эта квартира меня кормит. Ещё плюс вопрос с интернетом. У нас здесь высокоскоростной интернет. Я плачу за него до хрена. И мне придётся туда тоже провести такой же интернет. И платить, получается, в два раза дороже. Или же здесь отключить такой интернет. Подключить обычный. А там сделать высокоскоростной. Ну, в общем, не знаю. Потому что я сюда тоже приходить буду, получается. Когда мама будет снимать кулинарные видео и так далее. И порой видео буду загружать отсюда. А здесь видео будут загружаться просто три часа. Поэтому даже не знаю, как действовать. Многие сейчас, наверное, подумают, Айка здесь устраивает вечеринки. Там зовёт подружек и так далее. Нет. Я живу просто бабулевской жизнью. Утром встала, убралась. Сняла мукпанг и так далее. Но мне настолько нравится эта жизнь. Мне настолько интересно. Так, замазать я замазала. Но его всё равно видно. Предательски торчит. Тон, конечно, пушка. Вообще. Мне его хватит на год. Здесь просто можно обливаться. Или всё тело мазать этим тональным. Обязательно закрепляю пудрой. Ещё даже не решила, что за мукпанг буду снимать. Смотрю там доставку еды. Я вроде всё снимала. Или есть какие-то вещи, которые я не очень люблю. И сладости. А то, что я не люблю, я заставлять себя не хочу. Лишь бы было разнообразие. Например, взять, заказать то, что я не люблю. Вот. Поэтому думаю пока что, что заказать. Как сделать. Тон нанесла и уже абсолютно другой человек. Вчера вечером до ночи я делала коллекцию. Вот такая она у меня получилась. Коллекция называется «Шкатулка с украшениями». Я пыталась изобразить разные украшения. Сейчас хочу снять распаковочку. Давно не было на моём канале бумажном распаковке. Это вот такая шкатулка, которая открывается и закрывается. Фикально получилось. 8 пакетиков всего здесь. И сейчас хочу снять распаковочку. Давайте ещё в каталоге покажу. Для тех, кто не подписан на мой бумажный канал, вы очень многое теряете. Здесь такой чехольчик. Смотрите, 3D наклейка. И это наша новинка. Это типа шкатулка. Она открывается. И здесь тоже у нас будут наклейки. Всякие украшения нам будут попадаться. Коллекция всего на одну страничку. И здесь больше ничего нет. Но у меня есть идея, что я буду делать. А на улице солнечная погода. Смотрите, какие чистые у меня стёкла. Я молодец, даже вымыла стёклы. Какая я стала самостоятельная. Ужас. Я сделала красивый макияж к мукбанку. В кои-то веки у меня получились одинаковые, аккуратные стрелки. Осталось только помаду. И вдруг я понимаю, что мне неохота снимать мукбанк. И в комментариях меня спрашивали, что ты делаешь, когда у тебя нет вдохновения. Всё очень просто. Когда нет вдохновения, я просто не снимаю. Занимаюсь чем-то другим. Например, сейчас я сняла, смонтировала видео для бумажного канала. Например, мукбанк снимать не хочется. Сейчас резко расхотелось. Я себя не заставляю. Потому что если я буду себя заставлять, контент получится не такой классный, какой должен получиться. Просто посижу, порисую. Сегодня у меня спортзал, какие-то другие заботы. В общем, я делаю то, что мне по душе. Я никогда себя не заставляю. Некоторые мне в комментариях пишут, я вот читаю комменты. Там она, девушка, пишет, ты себя заставляешь столько кушать. Наоборот, я себя не заставляю. На мукбанках я ставлю на стол столько, сколько я смогу съесть. Ну, может, плюс-минус чуть-чуть побольше там получается. Но если я не хочу, я себя не вынуждаю. Потому что, на мой взгляд, со стороны это тоже неаппетитно смотрится, когда человек впихивает в себя еду. Он не хочет этого. И это смотрится тоже не очень. Поэтому я следую только своему сердечку. У меня, оказывается, после видео остался бонжур. А я совсем забыла про его существование. Поэтому сейчас себе заварю чар и буду пить чай. А я пересматриваю сериал «Клон». Хотела просто посмотреть первую серию уже на 17-й. Рисую и параллельно смотрю. Такая ностальгия прям. Дома действительно в одиночестве пить чай было скучно. Поэтому я решила направиться в магазин, купить что-то к чаю, а потом к брату. Здесь конфеты всякие. Но я все-таки решила взять такие батончики. Мне они очень нравятся. И к чаю самое то. Обратите внимание на это платье. Я его просто ненавижу. Когда я его хожу, оно просто открывается. И получается стриптиз. Даже не знаю, что с ним делать. И дома носить неудобно. Ткань не дышащая. И на улице такой казус. Просто проще ходить в шортах. На следующее лето я закажу дофига себе всяких шортов. Когда я пришла к ним, булочка, пузечка уже спал. Посмотрите, как он сладко спит. Я прям не могу. Посидев там немножко, я направилась в магазин. И это была, честно, каторга. Мне хотелось просто все купить. Но мне нужен был пинцет. Действительно был необходим он. Поэтому я пошла его покупать. Были разных фирм. Лучше, конечно, взять Старлекс. Но я взяла другую фирму. И все-таки я кое-что прикупила. Наконец-то взяла фон. Вроде как самый большой. Не знаю, если он тоже будет маленьким. Уже я не знаю, что делать. Это для мукбанка. На самом деле я хотела какой-то пастельный тон. Но, к сожалению, таких цветов не было. Все цвета были термоядерные. Этот тоже, я думаю, сильно будет отвлекать. Но сейчас мы попробуем его приклеим. Чуть позже. Пока что покажу вам все остальное. Я купила необходимые вещи. Купила себе вот такой пинцет. Выглядит пинцет вот так вот. Он такой матовый, черный. Таким форматом я давно не пользовалась. Вообще, наверное, лет 5 точно пинцет я не покупала. Но вдруг я обнаружила, что хороший пинцет мама увезла в деревню. И я осталась без. Поэтому решила себе тоже прикупить. Уже аккуратно пользоваться. А то у меня все теряется. Особенно такие мелочи. Посмотрим, как он будет в работе. Покупки все-таки есть. Но это необходимые вещи. Мне уже давно нужен был тоник. У меня закончился. И мой любимый от Нивии его не было. Поэтому пришлось взять от Гарниер. Надеюсь, что это тоже мне понравится. Без тоника я никуда. После того, как я начала пользоваться тональным от Миши, многие мне в комментариях писали, что корейские BB кремы, они очень плотные. Их сложно смыть обычной умывалкой. Поэтому нужно купить еще и скраб. Я купила себе вот такой вот. Он совсем недорогой. Стоит копейки. Хотя бы один раз в неделю буду использовать скраб для отшелушивания кожи. К сожалению, как я и предполагала, фон оказался маленьким. Я даже думала, может два таких одинаковых фона купить. Но даже два не помогает. Надо четыре брать, потом клеить между собой. Мне кажется, проще купить просто другой. И цвет тоже меня не устраивает. Поэтому обломчик, девочки. Новый фон нам не видать. Я думаю, может быть, ткань купить. И сделать здесь как карниз. И каждый раз вешать разные ткани, чтобы был разный задний фон. В общем, надо что-то придумать. А если вы знаете, где в Баку можно купить большой фон, то обязательно пишите мне в Инстаграм. Потому что я хочу сделать разнообразие. Чтобы во время мукбанка вы видели не просто такую стену, а время от времени какие-то разные цвета. А этот фон я постараюсь использовать, когда я буду снимать бумажные сюрпризы. Во время распаковок, мне кажется, будет очень удобно. Такой розовенький фон. Но тоже яркий, конечно. Ну, куда деваться. А у нас потихоньку солнышко уже садится. Девочки, помните, мы с вами говорили про год без покупок, что я не буду покупать ненужные вещи и так далее. В общем, я смотрела Дом 2 и увидела девушку в юбке с принтом доллар. И мне настолько понравилось. Я пыталась найти на шее. Но, оказывается, здесь просто куча всего с этим принтом. И так много заказов. Посмотрите, какая красота. Стоит 11 долларов. Мне так хочется купить. Прям руки чешутся, но я еле себя сдерживаю. Как вы думаете, может порадовать себя и купить все-таки? Ну, и если я все равно делаю заказ, то, пожалуй, стоит взять и вот такой топик классный. Стоит он 15 долларов. Но мне нравится. Так, не забудьте подvoyать. Так. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...